Всем здравствуйте, меня зовут Южако Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос задает Макс Джаггер. Антон, спасибо за информативный канал, вам спасибо. Вопрос. Имеет ли смысл на вечном курсе делать не мосты, а короткие перерывы в приеме тестостерона, допустим, после пропионата, совмещаясь с отдыхом от тренировок? Цель – отдых организма, чистка, немного улучшение гематокрита, холестеринового профиля, если делать, то как часто и какая продолжительность? Значит, если вы находитесь на гормонозаместительной терапии, я бы все-таки вам советовал делать не перерывы, а просто снижать дозировку тестостерона. Если вы колите тестостерон не в физиологической норме, если вы его колите больше, чем вам нужно, в таком случае вам нужно периодически просто снижать дозировку до физиологического уровня. Как это будет выглядеть по дозировке? Ну, возможно, это будет выглядеть где-то примерно 100 тестостеронов в неделю, какого-нибудь длинным эфиром. Что примерно анализ на тестостерон у вас показывал, ну там в районе 20-20Н моль. В таком случае это будет нормальная физиологическая норма, это вам не будет портить ни гематокрит, ни холестериновый профиль, ни все остальное. Поэтому, когда вы снизите дозировку тестостерона, вы можете статинами поправить липидный профиль, потом снизить гематокрит, ну как бы решить все задачи, пока вы на относительно низком уровне тестостерона. Точнее, на нормальном вашем уровне тестостерона. После чего вы можете снова добавлять дозировку тестостерона, добавлять еще какие-то стероиды и тому подобное. Но полностью убирать тестостерон не надо, потому что, ну допустим, там по тому же липидному профилю. Эстрадиол влияет на липидный профиль, на повышение липопротеидов высокой плотности. Если вы уберете полностью тестостерон, эстрадиол тоже упадет очень сильно, тем самым вы не сможете без тестостерона поправить липидный профиль. По продолжительности, я думаю, это должно быть, ну перерывчики такие месяца по два. Если вы сидите там на каком-нибудь курсе, можете там сидеть 3 месяца, 4, вплоть до года, если у вас особо не портятся никакие показатели крови, показатели биохимии и тому подобное, вы можете сидеть долго. Как только они у вас начинают портиться, вы можете убирать дозировки, убирать стероиды остальные, оставлять только тестостерон, и все поправлять, лечиться, до того, как у вас все показатели станут в норму, это может длиться там в течение 2-3 месяцев. Может быть даже меньше, может вам хватит 4-6 недель. После чего вы снова начинаете прием фармакологии. Вопрос задает Сатусат. Добрый день, Антон. Нужен ли на послекурсовой терапии цинк? Есть ли смысл его принимать тем, кто занимается натурально? Цинк очень-очень важный элемент в формировании, точнее в синтезе тестостерона. Получается, что когда у человека низкий уровень цинка, производства синтеза тестостерона, он не может происходить нормальным образом. Поэтому, вообще в идеале, как это делать, нужно просто пойти сдать анализ на цинк в крови. Если у вас в крови нормальный уровень цинка, то в принципе цинк вы можете не пить. Если же вы не хотите сдавать анализы, в принципе, как большинство людей, можете пить цинк в плюс-минус дневной норме. Дневная норма потребления цинка – это 20 мг в сутки. Это я помню, потому что я всем прописываю цинк, те, кто садятся на послекурсовую терапию, когда свозят с курса, я пишу цинк, витамин Е, витамин Д. Это три важнейших витамина, точнее два витамина и микроэлемент, которые участвуют в образовании тестостерона. То же самое, если я прописываю терапию по повышению уровня тестостерона, я тоже пишу все эти витамины Е и цинк, для того, чтобы я был уверен, что у человека те факторы, которые важны для синтеза тестостерона, чтобы они присутствовали, чтобы ничего не мешало синтезу тестостерона. Если цинк и витамины будут в норме, то уровень тестостерона будет нормальным, если у вас нет никаких нарушений. Если же есть нарушения, в таком случае уровень падать может даже, если у вас цинка и витаминов мало. Также следует понимать еще один момент, что избыток цинка или избыток витамина Д, либо Е, они не будут вести к повышению уровня тестостерона. Никогда не пейте какие-то там витамины, микро-макроэлементы в огромных дозах, там, где идут по 500, по 1000 процентов. Такие дозировки не нужны. Лучше пить стабильно, каждый день, но в небольших дозировках. Либо, все-таки есть такой нюанс, есть еще водорастворимые витамины и жирорастворимые. Так вот, если вы долго были в дефиците жирорастворимого витамина, ну, допустим, если вы уезжали работать на север, и там три месяца была полярная ночь, у вас не было солнца вообще, витамина Д была нехватка, вы не пили витамин Д, то, когда вы вернетесь, вы можете там месяц пропить в большой дозировке, там по 3-5, а то и 10, в 10 раз больше нормы. Допустим, есть витамин Д, норма его 500, не помню в каких там измерениях идет, помню, что 500. Иногда таблетки идут по 5000, наверное, каких-то единиц там. Так вот, 5000 единиц вы можете пропить месяц, а потом либо вообще не пить какое-то время, либо пить в маленькой дозировке. Но все время пить в очень больших дозировках жирорастворимые витамины нельзя. Воды растворимые можно пить в больших дозировках, но в таком случае большинство из этих витаминов будет просто выводиться с мочой. Получается, вы будете просто покупать витамины и спускать их в унитаз. Особого смысла в этом нет. Следующий вопрос задает Серий Сему Ракха. Как-то так. Антон, здравствуйте. Очень интересно вот что. Как мировым спортсменам удается использовать АЭС без такого побочного эффекта, как акне? На самом деле, у очень многих спортсменов мирового уровня есть акне. Просто, когда он выходит на сцену, когда он стоит в гриме, особо не видно. А когда он находится без грима вживую, у многих реально проблемы с кожей. Плюс есть такой момент, что у темнокожих, у негров или у латиноамериканцев, грубо говоря, у всех, у кого кожа темнее, чем у белых. У них все проблемы, дефекты кожи, даже если они есть, они менее заметны. У какого-нибудь темнокожего человека просто все это акне не будет настолько видно, как у белого человека. Это такой момент тоже. Плюс есть еще генетическая предрасположенность. У кого-то больше они проявляются, у кого-то меньше. Так что, если вы думаете, что у спортсменов высокого уровня нет проблем, проблемы есть. Просто на фотосессиях все это замазывается при фотошопе. На видеосъемке тоже. Там, возможно, какой-то грим, возможно, выставляется свет так, как нужно. При этом, даже я часто замечал какие-то съемки видео профессиональных спортсменов, у которых реально были заметны проблемы с кожей. Плюс надо еще понимать такой момент, что все-таки они больше ухаживают за собой, так как это очень важно, чем обычный человек. Там, какие-нибудь солярии, приемы каких-то бадов, какие-то мази. Ну, я не специалист в этом, но думаю, какой-то грамотный дерматолог все-таки может помочь уменьшить, чтобы проблем с акной было меньше. И, естественно, они пользуются услугами дерматологов. Собственно, такой ответ. Собственно, это все ответы на сегодня. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на YouTube, так и у меня в группе ВКонтакте. Кому интересуют дистанционные тренировки, программы тренировок, либо там курсы ведения по курсам, терапии по повышению уровня тестостерона, можете ко мне обращаться. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.